друзья мои всем добрый день сегодня мы с вами говорим про бытовую несовместимость вроде как звучит легко но действительно это проблема из-за которой правда пара даже а который испытывает там с чувству друг другу то который вид какой-то смысл этих отношениях может расстаться может разбежаться это та самая избитая ситуация про не закрученный тюбик пасты у одной пары одной семьи это вообще будет фигня не только тюбик пасты там ботинки будут валяться не знаю там будет забываться закрываться там входная дверь все что угодно это будет нормально это будет в шутку как-то люди там разрулит своих обязанностях других может быть именно затык вот на этой кружке вот на этом тюбике она еще каких-то аспектах мы сегодня с вами как раз и рассмотрим разные пункты вот этой вот бытовой несовместимости это такие вещи на которые нужно сразу обращать внимание и например когда вы влюбились друг другу вы встречаетесь вам кажется что все прекрасно и возможно вы уже приняли решение пожениться там ребеночка завести но вы например вместе едете в отпуск или так получается что вы наедине проводите несколько дней иногда бывают очень неприятные сюрпризы люди в принципе начинают понимать что они могут просто вот не мог находиться вместе вроде этот человек адекватен социально благополучен скажем так а нет не мог находиться вместе поэтому действительно присматриваться надо притираться если это не ваша не мучает ни себя не партнера совместимость бывает разное но физическое понятно сексуальное социальное окружение профессиональная среда уровень семей уровень воспитания вот что-то вот такое психологическое то есть насколько вот вы миксуетесь насколько у вас там понимание есть как у вас роли внутри пары распределены психологические ваши то есть все вот этот вот достаточно большой блок в ряде случаев еще выделяют духовную совместимость то есть религия высшие ценности какие-то принципы да это тоже важно ну и бытовая те самые тюбики носки средства гигиены оставленные в ванной те самые там один встает 6 утра другой спит до часу и прочие прочие моменты сегодня именно про бытовую несовместимость тема серьезная даже если это тюбик это тюбик который может разрушить ваши отношения в чем может проявляться вот это вот бытовая несовместимость первый пунктик разные биологический ритм разные биологические часы до разные какие-то даже вот темпы ритмы что ли жизни чела жизни человека то есть например один жаворных другой сова один привык долгие марафоны в умеренном темпе бежать да например выполнять какую-то длинную растянутую во времени задачу как-то так с умеренной интенсивностью а другой короткими спринтами бежит до последнего дотягивает но потом зато в ночь накануне поездки там все переделывает да и вроде как даже ничего не получаю там может быть и получается кто-то может вот это вот утрясти а кто-то никак он встает в 5 утра идет бегает потом пьет свой фреш да у него какие такие же друзья она там я не знаю любит крылышки каким покушать до обеда поспать и прочее понимаете а вот это вот ситуация бытовой совместимостью когда вы только влюблены вы можете это в принципе не заметить у вас эйфория вам гармончики глаза застилают вот но когда уже вот это вот первая волна сходит вы понимаете что да в общем то оказывается и этот человек может вас раздражать оказывается в этом человеке не все так идеально оказывается этот человек не какой-то там принц или принцесса который пришел в вашу жизнь чтобы увести вас прекрасную страну а он может там полночи или всю ночь сидеть в приставку играть в какую-нибудь то сейчас там не приставка да сейчас все там онлайн но неважно у кого как кстати я не разбираюсь в этом не знаю она там как-то отвратительно ким сковородками гремит вот она туда же следующий пункт расхождение во взглядах на понимание бытовых ролей мужа и жены например он матерый такой патриархальщик да чтобы жена у плиты в длинной юбке принесла прислужил и прочее она более такая настроены на партнерские отношения и прочее в начале отношения она как-то пыталась где-то ему угодить и он помягче быть а потом он был а потом он все гайки стал закручивать и никак они по-другому не мог а почему я так должна я заработал я тоже зарабатываю ты меня изначально там замуж брал уже взрослый самодостаточной женщины а чё это я буду и правда они могут не сойтись а он завтра другую встретит она скажет так я об этом мечтала я всю жизнь такая вот хозяюшка и мне очень приятно это понимается ведь кому что еще подходит следующая составляющая бытовой несовместимости разное понимание аспектов физических границ то есть можно брать какие-то личные вещи можно ли тебя обнимать на людях можно ли тебя обнимать там целовать присутствие наших родственников можно ли лезть твой телефон да можно ли мне какие-то гигиенические процедуры в твоем присутствии проводить там столько на самом деле нюансов кто-то в легкую это все делать кто-то более брезгливый кто-то там менее брезгливый а у кого-то затык может быть да то есть я хочу чтобы жена ко мне только красивые накрашенные утром например выходила до или и раздражает что он там пардон с открытой дверью в туалет ходит а у меня отец так делал у меня дед так делал и я так буду делать или как у меня девочка одна со мной работала парень у нее был красавец спортсмен вещи модные все у него хорошо но он зубы не чистил по нескольку дней подряд ну как-то вот не приучен он с детства к этому был постоянно забивала на уши шутила на уши как могла нет он делает так как ему вот она что еще еще важный момент несовпадение уровня беспорядка это вот как раз ваших к это педантичность организованность или наоборот понимаете у кого что то что в одной семье считается нормальным например дадите что-то валяется здесь что там подвинуто не подвинута здесь посуда грязно стоит ну и ладно собрались в отпуск уехали все нормально а другой может за чашку после ужина не помытую а почему ты не помыла эту кружку после чая что-то не поставил ее на полочку ты неряха вот у меня мать ты не такая то есть кто-то вот на это может заткнуться или наоборот там женщина да может попрекать мужчину а чё это ты в икру ложкой полез нужно сначала намазать масло а потом ножиком мазать икру и она вот его доколебал до такой степени что он в гостиницу от нее ушел жить и понимаете но у нее вот это вот пунктик у нее это триггер любой другой мужчина бы сказал там не знаю может а ладно дорогая да окей я ножичком намажу а он нет а чуть ты меня строишь правда у всех очень по-разному кто-то утрясает кто-то не утрясает следующее разные отношения отношения к накоплению и расходованию денег это тоже важный момент то есть один живет днем сегодняшним да то есть как-то так легко относится другое педантично записывает расходы и прочее а если бюджет общий то может очень много неприятного если они попробуют разделить бюджет опять же может раскол пойти она скажет а ты мне не доверяешь а что-то еще сложно еще разный взгляд на воспитание детей отчасти это тоже бытовая там несовместимость например папа хочет чтобы из дочки там хозяюшка такая росла жена для домостроевского мужа мама хочет чтобы дочку у нее росла независимой карьеристка на этом какие-то секции разные водит и прочее а папа ее норовит на лето и на все каникулы к матери глухую деревню к своей отправить это же это может очень серьезным конечно отчасти пересекается и с психологическими аспектами но суть примерно та же еще разные пищевые привычки у кого-то вообще в легкую каждый там кто что хочет есть а у кого-то нет смеются над диетами друг друга раздражаются отказываются готовить или а я должна для сына это приготовить для мужа это для себя третье приготовить так мне что день и ночь на кухне стоять по-разному и кто-то вы смеет кто-то серьезнее воспринимать тот считает что слишком много денег на вот эту диету идет то есть тоже пожалуйста еще не принятие работы или хобби друг друга ну например мужчина ревнует женщину что у нее там много клиентов мужчин и она с ним постоянно общается можно там автостраховкой занимается или там психолог она сексолог например да то есть мужчина ревнует или женщина ревнуется у мужчин он команда на свадьбе ли он диджей он день и ночь там носом ночь в клубах пропадает так и логично она ревнует выше риск что он чего-то где-то там будет я не говорю что стопроцентно этот риск но он выше этот риск так что тоже очень важный пункт как кто-то в легкую это принимает а кто-то не может там кто-то над хобби начинает смеяться друг друга или не смеяться очень критиковать например не приезжая не приемлю я что охотой ты занимаешься ты животных убиваешь а другая я не приемлю что ты волонтер что-то там где таскаешься если тебе голову торвут или что-то с тобой там произойдет и из-за этого могут люди он вообще не сходится во взглядах понимаете вот этот бытовая несовместимость это все очень индивидуально здесь нет какого-то универсального рецепта из вас на при этом два пунктика не сходятся 6 сходятся да окей все будет нормально вы из одного пункта можете возненавидеть друг друга а может у вас такое быть что и вы по всем например я восемь пунктов назвала во всем восьми пунктам у вас так она не ахтина вроде как вы хотя бы в нейтралитет вышли и вроде как терпимо это надо а на эти вещи внимательно смотреть когда начинается рутинизация когда прошел там первый год примеру отношений это все может очень неприятно вылезти подсветиться и вы можете себе больно делать вы можете больно делать детям которых например да вы заведете там или слишком много общего имущества какого-то купите то есть это уже будет у вас там жизни врата что вроде как должны будете друг друга жить то вы друг с другом не можете так что будьте внимательны к этим аспектам если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста можете обратиться на семейную терапию на индивидуальную терапию мои контакты внизу под видео нужно будет моя помощь как психолог как психотерапевта буду рада вам помочь друзья мои делитесь вашими историями вашими примерами пишите на какие темы еще снять видео всем пока всем до скорых волнующих